всем приветики 25 декабря уже скоро новый год я никак не украшу квартиру к новому году надо ехать гараж такой ли не когда-то мне никогда за игрушками за новогодними и не знаю ставить не ставить может здесь хотела где звери поставить ну блин если в эти выходные в свои вторника среда завтра послезавтра я не попаду в гараж и не надо на меня зубами стучать то я чувствую мы останемся без новогодних украшений к новому году мася кто-то сейчас получит хотела скинуть сверху вот там кучу слизко поиграйся меня до выхода на работу минут десять я уже собралась и сижу время выжидаю собрано не выходить наблюдая за кошками давайте вместе смотреть как они играют внутренняя развлекуха сейчас этого хвост скажи съем смотришь и прям ну успокаивайся так они какой-то по ходе дерутся да допустим да а позитив все равно это весело и забавно со стороны мне эта полочка переключена потому что иначе подошлопнулась все сближал мой позитивчик на как на как дой на куда они когда приезжают папа вообще по средам у меня вчера забивать накладные все ольги аж двое у меня палец заболел вот это тут 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 у тебя палец не болит когда быстро по нет у меня не болит у меня онемел недели две назад и почему-то не отменял работаем на разуме это это жестоко Я вышла из туалета, если я здесь. Нормально, бухгалтер? Она подходит ко мне, смотрит у меня и спрашивает, если я вышла из туалета или нет. Пора закрепчать. Сосиски оплатить. Моразм у всех сегодня. Какие сосиски? А, есть, висит? А, 2126. Хорошо, сейчас. 2126. Слушай, сделай я, короче, помню, что я беру яйца в смятку. Яйца, что ли, не помню. Пришла с работой, говорю, давай это. Сделай его себе. А у нас вот эти вот белые, большие, где по два жутка. Которые белок-то этот, непонятно, какой жёлтый, безцветный. Слушай, на вкус вроде нормально. Но всё равно приятнее есть, когда он вот такой вот прям аж. Такой жёлтенький. Ну да, да, да. Когда тёмный. Солнечный такой, закатный. Даже вкус у него другой. Да, да. Кажется, он прям такой более... Что с яйцами-то сделала? Я не знаю. Я клип видела это. Тоже прикалываются люди. Муж жене на Новый год яйца подарил. И она с этими яйцами и так, и так фотографии и ляжет, и сядет, и разложит вокруг себя, короче. Я типа... Да, да, да. Типа такой другой подарок муж сделал. Смешно. У меня захотелось собой что-то типа такого сделать. И это... Так что у нас в стране не хватает? Не всегда. Ну, нет. Даже на эту тему какую-нибудь маленькую, как Филипчик сделать. Ну, тоже стоять себе нафоткаться. И потом выложить люленту вот такую. Позвонила Наташа. Я чуть раньше уеду с работы, вернее уезжаю. Был сегодня у мамы врач. Брали анализы. И у папы не выходит моча. Да, то есть он и мочегонный пьет. Вообще не отходит моча. И спросили у фельдшера, что делать в этом случае. Сказали вызвать терапевта. Позвонить терапевту, да. И потом терапевт примет решение. Класс человека. А, терапевт скажет вызывать скорую. Ну, я толком не поняла. Короче, начинается с терапевта, а потом скорая. Папа пытался позвонить этому вызову врача на дом. Но туда дозвониться бесполезно. Тем более там вот эти все. Наберите то, нажмите то. Но человек болеет. Ему плохо. Ему тяжело. Видимо, папа сам вызывал. Вот. И он вызвал скорую. Вызвал скорую. Позвонил Наташе. Я не знаю, в каком порядке это все было. Я просто в общих чертах рассказываю. Позвонил Наташе, чтобы она, ну, приехала, открыла дверь. Ну, посидела, подождала. Наташа приехала. И уже полтора часа, полтора часа нету скорой. То есть, ну, если бы позвонили, сказали, что сердце, естественно, с сердцем приезжают быстрее. С папиным диагнозом, что не отходит моча, уже вот полтора часа и даже до сих пор машина скорая не была назначена. Сколько ждать, вообще непонятно. И я отпросилась, потому что Наташе надо идти. У нее ученики. Вот еще до дома надо добраться. Меня, конечно же, с работы отпускают без проблем, если есть с кем подменить. А сегодня Анютка, поэтому для меня это проще уйти с работы, чем Наташе тоже учеников откладывать, переносить. Ну, неудобно, тем более, если я могу. Зачем это все делать, если бы безвыходная ситуация была. Так что вот так вот. Ну, мне кажется, я не знаю, что скорая сделает. Мочегонные, так папа сам пьет мочегонные. Катетер вставляют, наверное, как-то. Но это же в условиях больницы. А в больницу с таким не забирают. Я не знаю, я не знаю, что они там скажут, какое будет принято решение. Здрасте, вот Галина Алексеевна Круднева сейчас не в отпуске работает? А до скольки на вообще рабочий день? До шестнадцать? Спасибо. Ну че? Работает. Работает. До скольки рабочий день? До шестнадцать. Угу, ну хорошо. Тебе к ней вот попасть было бы все отлично. Пойдем. Все операторы заняты. В какой раз звоним? Добрый день. Эта девушка там за ямкой лежит на бабу. Че-то уже три часа прошло. Ни ответа, ни привета. А когда она выйдет? Сколько времени для этого надо? А еще не назначено? Может мне поговорить с ними? Ну ладно. Че? Много вызовов, бригада не назначена. Угу. А че ты забьешься? Ну, я бы сказала, что у тебя из-за сердца это все, понимаешь? Тогда бы они тебя приоритет подняли кверху. А сейчас можно сидеть до полночи, до утра вот так будем сидеть и ждать. Потому что у тебя приоритета нет на твой вызов. Так можно это отменить? Ну или отменить, а утром, или даже сейчас можно попробовать терапевта. Или утром терапевта. Не, надо к твоему врачу попадать. Сейчас не надо терапевта. Надо на утро терапевта, и чтобы они тебя к твоему врачу попробовали направление дать в больницу. Сейчас он вот так вот, наверное, правильнее будет. Знаешь что, давай-ка отменим, наверное, да? Давай отменим. Утром терапевта, и как раз завтра твой врач... А зачем утром? Ничем уже все. А они сегодня придут. Ничего. А сегодня, да. А сегодня что? Нет, они... А сегодня не созвониться ни с врачом, ни с кем. А так завтра придут, врач будет на месте, можно будет с ней связаться по телефону и... Что-то решать уже, ну, как бы, на месте. Я думаю, так будет правильнее. Они... Давай-ка мы отменим, а то ты сидишь. Да, отменим. А смысла нет в этой скорой просто. Они тебя не заберут, а нам надо попасть в больницу. Мне не заберут точно. Ну, смысл. Они приедут, ну, еще тебе мочегонка, тем более ты сколько выпил, тебе сейчас нельзя больше мочегонку. Там, я же тебе читала, что дозы превышать нельзя. Уже четвертый час. Это сколько? И тем более они назначили, это... Они могут мурашить до ночи. Три часа мы ждем. Я хочу отменить вызов. Улица Баума. У меня сердечная недостаточность. Вот. А что я до самой ночи буду ждать, это я даже не знаю, что сделать. Вот. Как мне дальше предпринимать свои действия. И вот. Значит, злого старый, старун. Та я не дождемся. Будем с утра. А я не знаю, я не хочу не вас тревожить, а самому волноваться, лежать и ждать у моря погоды. Понимаете? Отменяют, пусть и все. Вы отменя... Ну, сейчас уже поздно, все в России разошлись. Это было полвторого, а теперь все уже... Нет смысла нам скоро. Нет смысла уже это вот... Приведут, бросят такой, и все. Да, делаем отказ. Вам тоже. Всего хорошего, да? Всего доброго. Ну, все. Тогда давай завтра по времени договоримся, к десяти я приду и забираю мамин анализы, везу анализы, вызываю тебе врача, ну и дальше все по ходу будем действовать. Да, и план уже у нас сожрет. Да, потому что смысл этой скорой... Галина Алексеевна... Главное, она на работе, она не в отпуске, нигде. Она меня возьмет, это сто процентов. Ну, думаю, что сто. Ну, девяносто девять, ладно, сто, нельзя быть уверенными. Ну, девяносто девять, ну, все равно тебе надо в больницу. Да. Ну и все. Что мы дома можем сделать, если мочегонка? Тебе надо сердце поддержать, тебе надо сердце, мышцу эту прокапывать, может быть, какие-то витамины, ты еле ходишь вон. Кушай, не кушай, ничего не помогает. Па, тебе надо прокапать тебя, понимаешь? У тебя сил сейчас нету. Тебе надо прокапать, а в капельницах оно все вот это вот полезное, вся польза. Короче, надо добиваться, чтоб тебя положили, вот как на две недели хотя бы прокапать, подобрать медикаменты, которые тебе сейчас, ну, не подходят, другие. И все. Поддержать тебе, силы восстановить. Да, они меня все равно не забрали бы. Не заберут, нет, они тебя не заберут, потому что давление померят, давление нормальное, там, даже если не нормальное, низкое, высокое, таблетку дадут и уедут. Чё не эти фельдшеры? Много, наверное, да, уличного сегодня. Похмела, что ли? А, понедельник же. Понедельник, похмела, конечно. А чё, целый день, что ли? Уже похмелиться пора всем. Ну, вот хоть, или хоть так. Но все более более, все нормально. Ну, значит, так надо, что скорой нам не надо сегодня. Тем более немножко сходился в туалет чуть-чуть. Ну, сегодня больше не пей мочегонку. Ты слышал, что я тебе читала, что, ну, доза, увеличение дозы не ведет к увеличению эффекта. Поэтому все, выпил и хватит. Утром натощак, по-моему, там, как у тебя, ты читал инструкцию? Натощак. Вот, утром натощак, и тогда она будет целый день потихоньку работать. А может, ты вообще не пить? Нет, надо пить. Надо обязательно. Там написано, что обязательно пить. Ну, понятно, но... Если мы собираемся в больницу... Ну, все равно ты отекший и так видно. Хоть ты пьешь ее, хоть не пьешь. Ты не выйдешь из себя. Отеки так видать. Ты боишься, что ты выпьешь, из тебя моча выйдет? Не выйдет. Ты вот животное свой посмотри. Как пузырь. Я понимаю. Ты не о том. О чем? Дело в том, что если я выпью, мне погонят. А ехать в больницу... Бутылку собыла здесь. Тебе что, прям так гоняет, если погонит? Прям бывает такое, что прям... По двадцать раз. Ну, это как, когда бывает? Ну, раньше перед этим, когда нагнала... Ну, давай завтра день не попей мочегонку, ничего страшного не будет. Ну, то и делай. Давай, один день ничего страшного. Старайся поменьше пить жидкости. Я приеду в больницу, мне сразу мочегонку... Ну, и там уже тебе дадут, что надо, уже там начнешь. Поэтому, вот, примерно так. Мы должны до двенадцати... Ты говоришь, десять? Ну, десять, я сразу там, туда, к врачам. И они сразу... Они ходят быстро, мне кажется. Никогда до вечера мы не ждали никого. У них, это, машина. Ну, тем более. Наверное. Короче, уже четвертый час скорой нету. Мы что решили с папой? Скорая нам уже сегодня не нужна, потому что его, во-первых, не заберут. А если заберут, врачей все равно уже нету. Папина врач, которая его лечила и которая обещала взять его обратно месяца через два, она работает, мы позвонили. То есть она работает, но до четырех. Сейчас ее вечером нет. Нам сейчас скорая, это и нету смысла. А какая врач обещала его? Которая его вела в больнице. А-а-а. Завтра я беру твои анализы мочи. Я еду, вызываю папе врач, а сдаю мочу твою, вызываю папе врача. Врач приходит и мы будем просить, требовать, угрожать, бить, чтобы его положили, дали направление на госпитализацию. Потому что все проблемы у него из-за сердечной недостаточности. Вот эти отеки. И надо подлечить сердечную мысль. Пусть он недели две полежит в больнице, его там прокапывает, ему подберут медикаменты. Потому что что-то он пьет, что-то ему вообще категорически не подходит. Да. Ему надо подбирать медикаменты прямо там в стационаре. А мы с тобой что? У нас все отработано. Да. Вот. Поэтому... Ну, короче, завтра решающий день. Моча, чтобы утром была. Да, я тебе написала. Молодец. Да, Кобя уже от скорой отказался? Да, мы позвонили в скорую, папа позвонил, отказался. Ну, в какой смысл? Нет. Мочегонные они приедут, ему дадут. Он и так выбил сверх нормы. В больницу они его не возьмут. Давление мы сами тут померяем. Если бы они днем приехали, другое дело. Они могли бы забрать его, убрать бы было. А сейчас, говорит, приеду я, меня на кровать там кинут. И всю ночь кукарекой. И смысл какой? Да. Лучше, думаю, он переночует, а это будет видно. Да. У меня овощи кончились. И суп на один раз. Суп какой тебе сварить? Овощной? Я не помню. Овощной был, да? Не греть с него. Какой же, как раньше, с капустой. Ага. Хорошо. Овощи и супчик. Ну, приготовлю. Завтра принесу. Я дома стараюсь отвлекать себя от невеселых мыслей. Но, по крайней мере, сегодня ничего такого страшного не произошло. Просто все идет своим путем. Сердечная недостаточность дает вот такие вот осложнения. Надо что-то решать. Завтра будет день. И завтра будет понятно, что у нас удастся, что нам, вернее, удастся сделать, что не удастся сделать. Будет видно. Сложно, конечно, в больницу попасть. И врача хорошего найти сложно. Но папа настроен лечь в больницу. Хотя бы, чтобы его поддержали. В смысле, его состояние здоровья. И подобрали новый комплект лекарств. Потому что что-то он пьет, я уже говорила, что-то не пьет, что-то ему не подходит. Так что вот такие дела. И я все равно, несмотря ни на что, не падаю духом. Я знаю, что впереди праздники. Я знаю, что я хочу поздравить близких и дорогих мне людей. И я уже складывала подарки. Уже распределяла, кому что. Сейчас опять я перебрала, посмотрела, подписала. Кому что-то докупить надо. Может какую-то сладость, вкусняшку. Кому-то что-то уже не скомплектовано. Этим я занялась заранее. Наверное, начала. Когда в фикс прайсе начали появляться вот эти всякие новогодние прибамбасы. Тогда я начала и готовиться к Новому году потихоньку. То-то-то-то. Чтобы каждому сделать какую-то небольшую приятность. Подарки не сказать, что они крутые, дорогие. Просто на каждого человека что-то свое индивидуальное. Так что вот так вот. Поскладывала себе. Записала, что еще там по вкусняшке в пару пакетиков надо купить. В которых нет вкусняшки. У меня в основном, не в основном, а в пакетиках, допустим, что-то из новогоднего. Приятности какие-то и вкусняшка. Но вот в пару пакетиков вкусняшек нету. Вася, ты чистый швын у меня. Ты такой чистый швын. Мама заказала опять овощную рогу приготовить. Надоела. Потом супчик я сварю. Сейчас пойду сварю. Да. Хрум-хрум. Это мы хрумаем. Уже лежа. Посмотрите, он лежа ест. Он просто обожрался. Это обожрат и сеян. Он ест. Такушки там с кукурузы. Леночка привозила листики. Насушила. И вот он грызет. Просто развалился и ест. Яхо. Не надо лентяничать. А? Улегся. Вот тришек какой-то. Скажи, я сидя ем. Я порядочный швын. Я не лежа ем. Все? Пришла на кухню. Кошки пришли со мной. Варю супчик. Варю компотик. Делаю овощную рогу. Лиса, как видели на ваших глазах, просто повернулась к нам в спину и сказала, я буду спать. Все. Мы там наигрались в комнате, пока Лена была. Теперь мы будем отдыхать. Нас оттуда выгнали. Мася, гляньте, это длинный, длинный, предлинный червак. Разлегся. Да? Тебе только одно тут место, Масечка. Ты такая длинная. Ты такая здоровая. Это кошмар какой-то. Это кошмар какой-то. Ну, в принципе, Лиска, кошка сама по себе маленькая. Кошки, они обычные побольше. Поэтому, вполне возможно, что масса не огромная, она просто нормальная. Хотя это не факт. Хотя это не точно. Но она уже по размеру как Лиска. Только по толщине, по толщине не такая. А по длине уже практически все. Уже сравнялись. Там у меня свиньям посадила. Надо будет отсюда отнести, иначе раскопают. Лиска уже лезла. Ты копуха была, да? Ты копала? Ты моя девочка такая. Все, Мася к тебе идет. Ну, Лена заговорила. Все, давайте сейчас подружим. Потом поссоримся, потом помиримся, потом снова поссоримся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok